спуски и друзья мои спуски и подъемы еду второй рейс сегодня расстояние короткая на этом спуске на было бы разгоняться посильнее но вот я вспомнил об этом в последний последний момент и снова всем здорово друзья мои да примчался я вчера короче удмуртию 90 километров от ижевска вовош называется деревня деревня или поселок поселок скорее всего потому что вовушки район или вовушки как правильно не знаю так что в комментариях поправлять съездил сегодня с утра рейсик сгонял расстояние короткая времени у нас час дня по москве по здешнему воздействий не час половина половина первого здесь по здесь на половину второго ох на пол на целый час я живу раньше всех почти что да так чё сказать по дороге дорога везде асфальтирована белой дороги я не знаю 300 метров наверно и это как бы и это радует в одном месте подъемы вот здесь вот от площадки до вовожа или вовожа ну ладно вовожа я буду говорить я буду говорить о своем ударении где-то при по-моему три или четыре спуска три-четыре подъема и в сам поселок вовож тоже подъемчик такой нехилый я прям на 3 пониженной поднимался ну там самое чё херовое это ремонтный мост мост ремонтирует чё собираются если реверс включат на москву все кобзда остановился все поднимайся на первой лошадочек маловато а так каменный ключ у блядь опять вот я ребята подзабыл бляха короче лежачих полицейских это кто их столько наделал я хер знаю дорожники вас чё блин зачем столько лежачих ментов наделали ай-яй-яй обзабылся надо запомнить что перед каменным ключом надо тормозить поскорее на улице полтора градуса холода мороза ну какого уж мороза сегодня кстати утром 14 гаутсов мороза было здесь утром проснулся е-мое колотун бабай на улице давай быстрее автономку запускай запустился ничего согрелся подогрелся приехал уже поздновато наверно приехал поздно наверно где-то в 12 наверно что ли так точно не помню грузимся 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 дровами грузлюсь дровами и вожу гу-ву тоже у ва увинский район поселок гу-ва на какой-то лесной комбинат лесоперерабатывающий что-то там короче и пил овощи куда возят и фанеру и и дрова всех сортов и мастей не знаю по-моему там вот делают двп дсп вот всю лобудень трехомудень да ну там что то третий запутался в передачах на четвертой пониженной не вышел а так вот от вовожа до увы там уже подъемов таких нет как бы везде катишься нормально у меня расстояние 50 с чем на километрах 54 по-моему вот я засекал 54 у меня от погрузки до выгрузки вышло этим и по спидометру спидометр работает через gps ну китайский спидометр знаете но не знает узнайте такой вот китайский спидометр а работа тут обычная gps антенна и 24 вольта но наверно универсальный идет и 12 и 24 возможно но это не точно давайте давайте сейчас здоровье где и вовожа включимся по коллегам покажу я вам так сказать поселок вовож ой блин название интересное какое ё-моё кому такие которые интересные названия да киров вообще название интересное и ведь и неизведанные места для себя его спуск стекло я сегодня протёр тёрто тёрто ё-моё блин мистером мускулов ох стилища какая мистер мускул отмывает стекло здесь как бы вот ну спуске вот здесь спуск да вот сейчас такой идёт вологий он как бы сильно незаметный но впереди поворот чуть не 90 градусов ну такой опасный поворот опасность скажем так и всё равно она притормаживает потому что камазик разгоняется что ли шаг всякие уазики вон уедок я уедок я называется деревья уазики он гоняет все всякие что для шаги тоже такие вот дела так вот он впереди мостик вроде ещё реверс не включен не сделан вовош не вовош а вовош называется видели да что здесь как бы блин я не знаю мост ещё в довольно таком приличном состоянии чего его ремонтировать вот блин пиздарики друзья все включая от алексей юрьевич первую передачу пиздарики друзья всё включая от алексей юрьевич первую передачу я вместо второй друзья включил третью понимаете чё так бывает ё-моё а зачем я третью передачу включил хрен его знает думаю ну чё включил зачем то забыл короче как передачи включаются ё-моё блин а я бы на второй то вышел поднялся бы на второй то передачи сто пудов трактор берлик выехал видели прямо вон передо мной блин а чё и куда деваться обогнать же его обгонять нельзя тут не дай бог кто-нибудь прилетит со встречи всё сразу же я лучше я короче лучше поднимусь на первой передаче спокойнёшенько меня это не напрягает а так то я бы сходом то я бы на третьей сто пудов ушел потихонечку так едем как бы вот в обошке булочки здесь узкие а первая то еще пониженная даже ёрик макарёль всё друзья вторая ох сейчас попрем красно-белая всякие торговые центры ну такой большой посёлок я бы сказал большой посёлок посёлок городского наверное типа там увидели лебеди куда-то полетели видно не видно было здесь есть объездная дорога еще но саня напарник напарник на ситраге ситраги тоже здесь вес возит вчера он меня провожал он говорит лёха не парься говорит ездить здесь все говорит ездят здесь никто не парится я говорю вообще не вопрос ну и правда все фуры короче в основном все идут через центр там там объездная дорога есть там объездная дорога есть но она до такой степени убитая что просто короче просто в хлам убитая в хламею короче хе-хе-хе здесь есть гостиница предлагали мне остановиться в гостинице пожить но как бы я так подумал-подумал прикинул наверное я от этого заманчивого предложения откажусь потому что я не особо люблю утром просыпаться и еще на погрузку ехать показывает практика как вот раньше я ездил лес возил я лучше уж у штабеля в лесу или в поле где площадка переночую и спокойненько утром запустился утром запустился подъехал на покручку все встал а так тоже ну не сколь неохота утром надо проснуться за час на сходить включить машину на подогрев потом видите дорожки узенькие с грузовиками разъезжаться очень херово видите камазик даже приостанавливаться на махнуть ему привет да обочина видите левая обочина подтаяла очень хорошо а правая не подтаяла хорошо ха-ха-ха-ха так по солярке про башнефть я говорил вчера здесь есть какая-то заправка по 62 40 по моему на 20 копеек дороже чем на башнефть и да и есть заправка по 59 90 но эти заправки нам не подходят вот куда ты на колене выезжаешь дебил вот куда ты на колене выезжаешь дебил кто такие а у него этот этот много здесь магазинов-то большой поселок вот здесь гостиница видео справа стана здесь магазин строитель на вот мне забежать на обратном пути гаечек купить так если допустим сходить помыться если там есть но ну да так нисколько не на мой уровень дорогой на мой уровень так так гор à нет но Ну давайте, рассказывайте в комментариях, какие у вас впечатления о деревне Вовош, ну о поселке Вовош. Хорошие, плохие, классные или какие-нибудь еще. Деревня и деревня, да, поселок и поселок. Видимо сушилки, доски, пиломатериалы лежат, наверное сушилки скорее всего, не сушилки, а строганину делают, возможно естественной влажности, возможно неестественной. Лежащих полицейских порядочно, порядочно, как и везде. Ребятишки со школы дуют. Ё-моё, блин. Здравоохранение, ой как они? Система образования. Блин, дайте ребенком отдыхать в субботу, вы че? Люди, у вас в субботу выходной, ребенка тоже надо сделать выходной. У меня ребятишки ходят иногда из-за одного, из-за двух уроков в школу в субботу. Это че за беспредел? О, блин, я хочу. Только отвернул камеру, и фура вылетает. А фуры, они же вылетают, знаете, повстречки, повстречки, чтобы не зарезала, чтобы фура прошла. Один раз, все мы, короче, друзья, во Божьи проехали, по-моему, когда поворотики уже все, да. Ага, вот она, выезд на объездную, вот это налево дорожка. Там, вон, скамейка бежала по объездной. Что-то, может, там грузилось где-то. Один раз, расскажу я вам, был такой случай. У меня был когда еще МАЗ, МАЗ, в далеком 2006 году, или даже в 2005. По-моему, даже тогда был МАЗ-то этот, с мотором с шестеркой. Какой взяли мы, без спальника еще. И прицеп был 8-метровый. Одноосный прицеп. Мы ездили в Чувашию, работали. И, короче, я на стоянке остановился, вот у нас стоянка, усадьба. Я остановился, встал, короче, и что-то так вокруг машины ходил, бродил, что-то я не знаю, не помню. Давно, короче, это было. И вот точно так же фура подъезжала. И он завернул-то, короче, вот прям вот-вот завернул. И он своей фурой, как мне в прицеп впендюрился. Ладно, у меня, по-моему, не было борта заднего. Он мне вхерачился в платформу. У меня, короче, ну, скорость, конечно, была невелика, но всю машину как херак его долбануло. Я подхожу, мужик, ты чё? Не знаю, как так получилось. Хе-хе-хе-хе. Я говорю, чудеса какие-то, блин, происходят, да? Как так получилось? Так вот, бывает. Вот видите, опять подъемчик. Ну, здесь подъемчики такие лайтовые уже начались. Один вот в самом Бабоже, в самом поселке подъемчик. Такой, не лайтовый. Боб, стремяечка-то уперлась в меня. Скажет, ёпка, Макарёк, Алексей Юрьевич. Скажет, Камази, ты хоть подай-ка скол, а я скажу, я и так впереди всех еду. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Подъемы тут недалеко видно. Можно бы, конечно, мигнуть поворотником, но опасно, опасно. Вылетит кто-нибудь на свой страх и риск. И скамейка на встречке, да? Там, короче, за поселком в сторону этого, в сторону Ижевска очень много лосиных следов. Саша говорит, второй водитель. При мне, говорит, уже было две аварии с участием лосяша. Так что, говорит, Лёх, давай, как говорится, здесь поаккуратнее ездить. Хорошо, Саня, не вопрос. Видите, название Жуе-Можга. Хе-хе. Что за название Жуе-Можга? Ты откуда Жуе-Можге? Здесь тоже дорожка, да, узенькая. Скажем так, не широкая. Скамейка начинает гонять в самом устном месте. Ну, не то что уж самая узкая, конечно. шуе-Можга. Вот. Почти что вышел почти что на пятой передаче. Не, нормально. Дрова, в принципе, не тяжелая. сами по себе дрова не тяжелая. Ну, видя подъемы, конечно, Камазик затыхается. Что скамейка вон, 4 салашии, как он тунул и ушлепал. Не будем продолжать, да? хе-хе-хе-хе-хе. А я на Камазе, ну, на Батыре. С коры, короче, 100 в гору, 10. так что вот такие вот дела тут все мои. Все, катимся. Ох, покатаемся, бывало. Еще вот такое место есть. Поворот. На повороте, блин, спуск и, пешей, задорожный переезд. Едеть твой, колотить твой. Ну, у него хоть не сильно колотит, но вот видите, опять поворот. А здесь еще асфальтный завод такой мощный стоит. Покажу я вам, если видно будет. Как может, деревня как может. Большая мошка рядышком. Видите, выгружают щебень. Такие куча. Потом, наверное, это все увозят. Поровозка по-высокому-высокому. Нифига себе. Чтобы было куда сваливай щебенку. Такой вот заводик. Ай, так они, они тут вообще хорошо, смотрите, пристроились. Завод и сразу же карьер разрабатывает. может, чей-то котлован на роль. Дизельное топливо хорошего качества продают. Кстати, насчет дизельного топлива. Вчера говорил в ролике во вчерашнем, сегодня опять скажу. в закрепленном комментарии и в описании под видео будут ссылки. Заходите по ссылочке, выбираете ссылочка на Тинькофф Банк. Выбираете себе продуктик любой, хоть какую карту, хоть кредитку, хоть дебетовую. Можете счет открыть, вообще не вопрос по моей рекомендации увидите там в ссылочке Алексей. Алексей рекомендует. Приезжайте с карточкой на заправку в мобильном приложении. Шпок, шпок, шпок. Набираете литраж, сколько на литр, заправляете с 7% скидкой. Это скидка только в вашем не моя. Я получаю кэшбэк от того, что вы начали пользоваться карточкой или расчетным счетом по моей ссылке. Кто так сделает, огромное вам спасибо, друзья мои. Будет короче вам респект, уважен. Но это так, короче. Никто еще не клюнул на на эти ссылки. А наверное никто еще не знал, что так может. Теперь вы знаете. Так что переходите по ссылке и там со всеми вытекающими. Вы ничего не теряете. Карты бесплатные с бесплатным обслуживанием. Счет. если вы открываете счет по моей ссылке, да, допустим, придумали стать пышником. Дай-ка откроем счет. Счет открыли и два года бесплатного обслуживания счета. По-моему так. Но уточняйте. Уточняйте его менеджер. Чтобы не было эксцессов. Так что все. А мы что катимся короче грузик с левой стороны какой-то такой мощный. Как наш Путиновский ровно. Сейчас вымарз стегул. А, заранее вымарз стегул. Парни даже флажки ставили. Я вот сейчас ехал. Прямо у дамбы ставят флажки не зная что наловят. Вечером короче мы с вами остановимся все флажки проверим. или не здесь Липовка. Липовка здесь наверное. Нет друзья ошибся. Лёлик ошибся. Дорогу я еще долго видите не запомнил не изучил. Здесь можно было не приостанавливаться а вваливать так вваливать и вваливать. Но сразу скажу второй раз я уже проехал намного намного лучше дорогу немножечко подзаполнить и уже на тормоза меньше жалко. Так бездумно можно тормоза сжечь здесь на этих спусках в первый же день. Что там в первый же день? В первый же рейс. Природа какая. Природная природа. Вот Кудик-то друзья. Пола мужиков флажки поставлены. Сидят тут наверное сразу же мусорожку ловят. Перед Ольховка. Только я вот что-то немножечко не понял. у нас живца ловят наоборот вверхах а не внизам. А они может акуней они здоровенные гиппоподамов слиху не знает. А рыбаков вообще нет. Где-то здесь еще по-моему речку проезжая речка там где мост ремонтируют тоже рыбаков не видать. всю рыбу наверное выловили одни лоси остались короче в лесах лосей еще не выловили у сельхоходами все уезжено все поля вот там в той стороне это какой-то просто капсдец таки вот я вот по крайней мере все сельхоходами уезжен а ни одного сельхохода я не видел а здесь перед увой еще какая-то деревня там опять праздник сегодня в субботу лыжне и я посмотрел то ли там охотники спортсмены охотники что ли соревнуются вот кто знает ребята напишите в комментариях потому что потому что потому что все кончается нау потому что ходили короче на широких лыжах без палок руки за спину и пошлепал короче на лыжах как я тогда знаете на лыжах шлепал экспериментировал экспериментатор блин сейчас если останется там праздник еще проходит знаете я останавливаться не буду но из-под тишка вам покажу он же ума что-то я друзья лыжню то не видел где лыжнято или здесь в самой уве где нет кайса короче уже разъехались а вот здесь она была лыжнято ёплакаре я чушь блин первым то рейсом я это не сфотографировал здесь много много так народу было уве прокатимся сейчас кто-то скажет не ува лёха а уфа нет друзья мои самое что ни на есть настоящая ува ува республика удмуртия вот лесовозы посмотрите сейчас возят видим заворачивать или комплим прижимая возят горбыли саня уже выгрузился лихо он лихо ловко на ситраке чё конечно и скорость по ловче и побыстрее какой-то он комбинат есть мелкова называется комбинат называться милкова молоко наверно делу тут сам поселок как бы не зацепляешь наверно в стороне а может это весь такой он есть хотя нет наверно где-то он ездил и побольше сзади нас сейчас с левой стороны вот мы приехали сюмсей сюмсей я приехал сейчас поворот налево и вот здесь с левой стороны как кошечка потом как-нибудь как-нибудь мы с вами туда сходим наверно даже здание не знаю на камеру наверно вот не видно потому что камера не приближает не удаляя на наоборот удаляя такая у вата как бы большая нифига себе хороший такой поселок вдалеке виднеется слева все он видите дрова тоже липовая так что вот такие вот дела друзьям и так мы с вами один рейсик быстренько и прокатились 5 секунд до что у меня в камере батарейка быстро села почему-то на один ролик даже не хватило все нагрелось или на солнышке полежала постояла камера непонятно же видите все дрова это ваше будущее это ваше будущее двп и дсп друзьям и так вот вот рев холдинг называется короче здесь замеры производятся рамкой видите вот рамка стоит габаритная замеры производятся рамкой и потом мастер еще проходит один раз с этой с линейкой промеряют если все сходится все отлично так что вот такие вот дела друзьям и все давайте здесь я пока снимать не буду возможно что сниму когда нибудь в другом ролике посмотрим видите снег как вывозят на скамейках а какая скамейка это какой-то и этот китайский мерседес на короче ждать пока красный свет загорится загорится красный свет и ай да мы короче через проходную поедем так ждем ждем с друзьям и там у них перекус что ли у мастеров или охранников еще нет выгружают быстро выгружают краном таким мощным ой а я же даже еще накладывание запомнил на выгрузке сломался вот такой вот аппаратище липхер лопнул шланг сделаем быстренький детальный обзор присутствуют колеса присутствует бульдозер присутствует здоровенный грейфер папа ёмая чудеса веке ключ валяется бесхозный кому надо ключ друзьям и да такой вот липхер меня он там выгружают снимаю по тихому саня передай привет техника мощная тяжелая мощная техника